Привет! В предыдущем видео мы поговорили о стандартных переменных VBA и различных типах данных, которые могут храниться в таких переменных. Теперь настало время поговорить об объектных переменных. Именно поэтому в этом видео мы с тобой узнаем, как объявлять и использовать объектные переменные VBA, а также мы обсудим, как в принципе устроены объектные переменные, так что тебе легче будет запомнить, как с ними работать. Давай приступим. Давай продолжим наш разговор о переменных и для этого нам сперва нужно будет вернуться в воображаемый город Excel, который мы уже с тобой видели в предыдущем видео. Как уже было сказано, основными зданиями этого города являются рабочие книги. Однако этот город не ограничивается лишь одним типом зданий. Именно поэтому в нем существуют также и другие объекты VBA, такие как например коллекции, dictionaries и так далее. В одном из будущих видео этого плейлиста мы с собой еще рассмотрим эти объекты. Пока что же мы будем фокусироваться лишь на основных объектах в Excel, которыми являются рабочие книги, рабочие листы, а также ячейки. Окей, в предыдущем видео мы с тобой видели то, что некоторые объекты в Excel могут состоять из других более маленьких объектов. Хорошим примером здесь являются рабочие книги. Если мы посмотрим на их иерархическую структуру, то мы увидим то, что они во-первых состоят из рабочих листов и в свою очередь рабочие листы состоят из ячеек. Если же у нас открыто несколько рабочих книг, то эта структура соответственным образом расширяется. В практическом видео из предыдущего видео этого плейлиста мы уже использовали объект range для того, чтобы вписывать значение в ячейки или для того, чтобы сохранять уже имеющееся значение, например, в переменной. Тогда я также упомянул то, что по-хорошему нужно указывать путь к нужной ячейке целиком, и то, что вот эта укороченная версия была использована лишь в рамках упражнения. Давай с тобой обсудим, почему мы всегда должны указывать вот такой полный путь к нужной ячейке и какую роль в этой области играют объектные переменные. Начнем с тобой вот с этой новой рабочей книги. Если мы сейчас абстрактно представим Excel, то в текущий момент перед нами предстает следующая структура. Если мы сейчас добавим еще один рабочий лист, тогда эта структура соответственным образом расширится. Ну и давай добавим еще один рабочий лист. Окей, теперь давай откроем вторую рабочую книгу. Для этого создадим просто еще одну пустую рабочую книгу при помощи комбинации клавиш Ctrl-N. Сейчас в нашей иерархической структуре появилась еще одна рабочая книга, и в данный момент она выглядит вот таким вот образом. Конечно же мы можем открыть еще больше рабочих книг, столько сколько нам нужно, и соответственно и структура наша расширялась бы, но для примера этого видео нам вполне хватит двух рабочих книг. Теперь давай с тобой рассмотрим следующие определения VBA, с которыми тебе уже скорее всего приходилось сталкиваться. Итак, открываем окно редактора VBA, перерасположим наши окна вот таким вот образом, и давай добавим еще два рабочих листа во вторую рабочую книгу. Окей, сперва рассмотрим слово ActiveCell. Когда мы кликаем по определенной ячейке в рабочем листе, этой ячейкой становится ActiveCell. Соответственно в нашей структуре было бы указано то, что это наша активная ячейка в данный момент. Давай при помощи VBA проверим это. Я добавлю новый модуль в нашей первой рабочей книге, и давай пропишем следующую команду MessageBox, затем указываем ActiveCell, и для того чтобы получить адрес ActiveCell, то есть активной вот этой ячейки, нам нужно поставить точку, и затем прописать слово Address. Давай запустим макрос, и нам соответственно выводится сообщение, в котором указано то, что адрес активной ячейки А1. Если мы сейчас поменяем выбор ячейки, то и соответствующий адрес будет показан в MessageBox. Окей, теперь разберем слово ActiveSheet. Здесь ситуация очень схожая. Если мы нажмем на ячейку B1 в листе Sheet1, то тогда соответственно и лист с именем Sheet1 становится ActiveSheet, то есть активным рабочим листом. Давай опять-таки это проверим при помощи VBA. Теперь заместо слова ActiveCell я пропишу слово ActiveSheet. В этот раз нам нужно увидеть его имя, поэтому слово Address заменяем словом Name. Окей, я запускаю макрос, и как можешь заметить, нам выводится имя рабочего листа. Это Sheet1. Если я сейчас кликну ячейку в рабочем листе Sheet2 и снова запущу макрос, тогда, как и ожидается, в этот раз мы увидим имя рабочего листа Sheet2. Для того, чтобы заметить какие-либо изменения, давай поменяем имя рабочего листа на SecondSheet. Снова запускаем процедуру, и как видишь, в этот раз мы получаем новое прописанное имя нашего второго рабочего листа. Отлично. Выходит, что ActiveCell это, коротко говоря, ячейка, по которой мы в последний раз кликнули, и ActiveSheet это рабочий лист, в котором находится ActiveCell. Отлично. Мы все ближе подбираемся к тому моменту, когда обсудим, почему важно указывать весь путь к нужной ячейке в рабочем листе. Давай продолжим. И теперь на очереди стоит слово ActiveWorkbook. Как ты, возможно, догадываешься, здесь ситуация идентична. Если я сейчас пропишу слово ActiveWorkbook за место ActiveSheet, и снова опять-таки попросим вывести нам имя, поэтому оставляем точка, name, запускаем макрос, и поскольку у нас активная, то есть где что-то было последний раз кликнуто, рабочая книга, это book1, то именно это имя рабочей книги мы и видим. То есть получается здесь идея точно такая же. ActiveWorkbook это рабочая книга, которая была последний раз кликнута. Если я сейчас выберу какую-нибудь ячейку в рабочей книге 2, то есть book2, и мы снова запустим макрос, то имя именно этой рабочей книги мы и увидим. Теперь давай сделаем с тобой маленькое промежуточное упражнение. Открой две рабочие книги, как вот эти, и пропиши макрос, который бы показывал сообщение со следующей структурой. Имя активной рабочей книги, имя активного рабочего листа, и затем адрес последней кликнутой ячейки. Таким образом, этот месседжбокс будет нам показывать весь путь к последней щелкнутой ячейке. Сейчас я поставлю это видео на небольшую 5-секундную паузу, и после этой паузы мы с тобой пропишем одно из возможных решений. Добро пожаловать обратно. Давай рассмотрим предлагаемое мной решение поставленной задачи. Окей, давай выберем какую-либо ячейку в первой рабочей книге. Запускаем процедуру, и нам отображается весь путь к последней щелкнутой ячейке. Теперь давай щелкнем какую-либо ячейку в третьем рабочем листе, запускаем макрос, и вот весь путь к нужной ячейке. Ну и сделаем последний пример со второй рабочей книгой. Отлично. И здесь мы, наконец, подходим к вопросу о том, почему вот это вот указание к нужной ячейке должно быть всегда полным. То есть рабочая книга, рабочий лист и затем ячейка. Давай представим то, что нам нужно прописать слово «тест» в ячейку А1 рабочего листа «Second Sheet» в рабочей книге «Book1». Если мы сейчас попытаемся вписать слово «тест» в ячейку А1 вот таким вот образом, то есть короткой версией, то это слово будет вписано во вторую рабочую книгу в первом рабочем листе. Почему это так? Потому что если мы точно не указываем, какая рабочая книга и какой рабочий лист нам нужны, то VBA полагает, что нужны ActiveWorkbook и ActiveSheet, то есть последние активные рабочая книга и рабочий лист. Смотри, с точно таким же кодом я сейчас кликну какую-нибудь ячейку во втором рабочем листе второй рабочей книги, запускаем макрос, и слово «тест» в этот раз успешно точно так же вписано в ячейку А1, но в этот раз второго рабочего листа. Теперь кликаем по ячейке E3 в третьем листе первой рабочей книги, и все опять-таки повторяется. Значение вписывается в активный рабочий лист. Давай исправим с тобой эту проблему. Для того, чтобы это сделать, нам нужно указать точно, какая рабочая книга нам нужна. Чтобы это сделать, мы пишем слово «workbooks», затем открываем скобки, и в VBA есть два метода, с помощью которых мы можем указать нужную рабочую книгу. Первый метод заключается в указании имени нужной рабочей книги. В случае с нашей первой рабочей книгой мы в кавычках пишем слово «book1». И второй метод заключается в указании индекса нужной рабочей книги. Смотри, когда мы открываем рабочую книгу, то у нас вот эта структура расширяется. Мы уже с тобой это видели. И так вот, каждая из этих рабочих книг имеет имя, как мы его использовали здесь, а также каждая рабочая книга получает и порядковый номер, в соответствии с тем порядком, в котором рабочие книги были открыты. Он называется «индекс рабочей книги». Здесь мы сперва открыли рабочую книгу «book1», поэтому ее «индекс 1», и затем книгу «book2», поэтому ее «индекс 2». Если бы мы сейчас открыли третью рабочую книгу и сохранили бы ее под названием «nextbook», то в нашей структуре это бы выглядело вот таким образом. Третья книга у нас имеет имя «nextbook», а ее «индекс 3». Таким образом, получается, у нас вот эти два метода существуют. При этом я не советую использовать индексы для того, чтобы указывать, какая рабочая книга тебе нужна. Смотри, если бы мы сейчас вот здесь закрыли вторую рабочую книгу, то рабочая книга с именем «nextbook» заняла бы место второй, и таким образом получила бы индекс 2. Это говорит о том, что вот эти индексы, они динамичны, и именно поэтому лучше всего использовать имена рабочих книг. Я уже говорил то, что VBA очень любит, когда ему точно говорится, что от него требуется, и в отношении каких объектов должны быть произведены определенные действия. И вот данная ситуация, она является просто одним из примеров того, где VBA ожидает от нас вот такие точные указания. Рабочие книги, которые ты, кстати, вот здесь указываешь, должны быть открыты, иначе будет выскакивать ошибка. Мы узнаем, как открывать рабочие книги в Excel при помощи VBA в следующем видео. Отлично. Теперь давай с тобой укажем, какой рабочий лист нам нужен. Для этого мы ставим точку и прописываем слово Worksheets. Здесь идея точно такая же. Как и в случае с рабочими книгами, у нас есть два метода, с помощью которых мы можем указать нужный рабочий лист. Первый метод – это при помощи индекса, и второй метод – при помощи имени. Для начала давай воспользуемся методом с указанием индекса, и я покажу тебе, почему это является далеко не самой лучшей идеей. На данный момент нужный нам рабочий лист SecondSheet находится на второй позиции, поэтому я пишу цифру 2 и закрываю скобки. Давай спросим у VBA имя этого рабочего листа. Поэтому опять-таки пишем MessageBox и запускаем макрос. Соответственно, нам сейчас выводится имя второго рабочего листа, если смотреть их по порядку. Но что произойдет, если кто-то изменит порядок рабочих листов в нашей рабочей книге? Например, вот таким образом. В таком случае мы бы получили имя неправильного рабочего листа, поскольку, как помнишь, наша задача сейчас заключается в том, чтобы вписать слово Test в рабочем листе SecondSheet первой рабочей книги. А в этой ситуации у нас сейчас SecondSheet находится вовсе не на второй позиции. И это вот такой пример, почему намного лучше все-таки использовать то же имя рабочих листов. Именно поэтому здесь я сейчас давай заменю индекс именем рабочего листа, который нам нужен. И если мы сейчас запустим макрос, то нам выводится имя именно нужного рабочего листа. И его позиция при этом не играет абсолютно никакой роли. Отлично. Сейчас нам лишь остается указать, какая ячейка нам нужна, и какое значение в нее должно быть вписано. Эту часть мы уже тренировали в последнем упражнении, поэтому мы просто пишем слово Range, открываем скобки и кавычки, и пишем адрес ячейки А1. Закрываем кавычки, закрываем скобки, ставим знак равно и пишем слово Test. Здесь нам нужно не забыть удалить слово MessageBox, поскольку оно было написано лишь для тестирования. Окей. Таким образом у нас получается выходит следующее. Во-первых, когда ты хочешь сказать вебей, какая ячейка тебе нужна, нужно указывать весь путь к нужной ячейке, сперва указывая, какая рабочая книга нужна, а затем какой рабочий лист. И при этом лучше всего использовать имена этих объектов, кроме тех случаев, когда тебе по-настоящему нужно использовать именно индексы. Второе. Если ты точно, открыто или иначе говоря эксплицитно не указываешь, какая рабочая книга и какой рабочий лист нужны, то вебей полагает то, что нужны ActiveWorkbook и ActiveSheet. Окей. Как можешь заметить, сейчас в нужном нам рабочем листе в ячейке А1 ничего не прописано. Поэтому давай активируем вообще абсолютно другую ячейку где-нибудь. Сейчас я запускаю макрос. И поскольку у нас был полностью указан путь к нужной ячейке, если мы сейчас откроем нужный нам рабочий лист, то увидим то, что слово Test было вписано в нужную нам ячейку. Именно поэтому, как и было сказано, нужно всегда указывать точно путь к нужной ячейке. Однако, как можешь заметить, для того, чтобы указать лишь одну ячейку, приходится прописывать всю вот эту вот длинную часть строки. А если нечто подобное приходится прописывать вручную каждый раз, то высок риск допустить опечатку. Именно поэтому здесь лучше всего использовать объектную переменную. Давай приведем с тобой пример вот с этим кодом. Как можешь заметить, для всех этих строк общей частью является вот это. В ней мы указываем, какой рабочий лист нам нужен. Чтобы укоротить этот код и сделать его намного более читабельным, мы можем заменить эту часть кода объектной переменной, которая будет привязана к нужному нам рабочему листу. Давай это сделаем. Создаются объектные переменные очень схожим образом со стандартными переменными. Во-первых, мы должны объявить объектную переменную, поэтому мы пишем слово Dim. Затем мы должны указать уникальное имя для нашей переменной. И приставкой этого имени, как мы договаривались, будет сокращенное указание типа данной переменной. Для рабочих листов я предлагаю использовать сокращение WS. Как и со стандартными переменными, тип объектной переменной должен обязательно соответствовать типу объекта, к которому эта переменная в итоге будет привязана. Здесь мы создаем переменную для рабочего листа, именно поэтому типом этой переменной и будет рабочий лист. Поэтому пишем as и worksheet. Отлично, возможно ты заметил то, что я сказал не сохранить объект в переменную, а привязать переменную к объекту, к которому эта переменная в итоге будет привязана. Переменная в итоге будет привязана. Будет привязана. Я использовал это слово, поскольку принцип работы объектных переменных немного отличается от стандартных переменных. Давай вернемся в наш город Excel. Мы сказали то, что стандартные переменные представляют своего рода такие контейнеры. И в этом есть смысл, когда для маленьких кусочков информации вот таких мы создаем небольшие контейнеры, в которые они помещаются. Но разве имеется смысл создавать объекты для целого, например, этажа этого здания или для самого здания? Если мы учтем тот факт, что в рабочих книгах может содержаться огромное количество информации и что они могут очень много весить, то становится понятно, что в этом нет особого смысла. Именно поэтому я предлагаю представлять объектные переменные как своего рода карточки. Например, визитные карточки или карточки японской системы Kanban. В этих карточках мы указываем, какой объект нам нужен и, так сказать, привязываем эти карты к нужному объекту. Именно поэтому любой, кто получит эту карту в городе Excel, знает, куда ему идти, чтобы найти требуемый объект. Отлично. И как и в случае со стандартными переменами, тип объектной переменной должен соответствовать типу итогового объекта. Вот типы объектов для рассматриваемых сегодня рабочих ник, рабочих листов и ячеек, а также сокращения, которые я предлагаю использовать для названия переменных. Окей, давай вернемся к нашему коду, который мы начали писать. Вот здесь мы уже объявили нашу переменную, и теперь пора ее привязать к нужному объекту. Поэтому я пишу слово set. Это, кстати, одно из важных отличий объектных переменных. Когда мы их привязываем, мы всегда должны использовать слово set. Затем я указываю имя нужной нам переменной, которой мы теперь хотим привязать нужный объект. Ставим знак равно и указываем путь к нужному рабочему листу. Поскольку мы хотим заменить вот эту часть, я ее просто скопирую и вставлю. Отлично. Давай посмотрим, как эта переменная будет выглядеть внутри watch window. Поэтому я ее просто возьму и закину в нужное нам окно. Я пошагово запущу этот макрос, и как можешь заметить, до того, как мы проходим вот эту вот строку, значение этой переменной nothing. Это изначальное значение объектных переменных. Как только мы сейчас выполним вот эту строку, то можешь заметить, что в watch window у нас появляется символ плюса. Если мы на него нажмем, то мы можем видеть все свойства этого объекта, такие как, например, его имя. Здесь мы также можем видеть и более маленькие в иерархическом порядке объекты, такие как, например, list objects. И здесь мы точно так же, например, можем узнать, какого типа этот объект. И так далее. Это очень полезная функция watch window. Кроме того, давай сейчас также узнаем, как добавлять более длинные выражения в watch window. Например, давай добавим наш рабочий лист second sheet точно так же в watch window, но написанный прямым путем, то есть непосредством переменной. Для этого выберем нужную нам часть кода и точно так же закидываем ее в watch window. Как можешь заметить, в этом выражении watch мы точно так же теперь можем видеть всю нужную нам информацию. Кроме того, давай добавим еще одно выражение. Для этого я правой кнопкой щелкнул в области написания кода и выбираем add watch. Здесь мы теперь пропишем следующее. Указываем тот же самый рабочий лист, ставим точку и пишем слово name. Окей. Как можешь заметить, здесь мы теперь всегда можем видеть имя нашего рабочего листа second sheet. И так же мы можем видеть тип этого значения. Окей. Это был пример того, как мы можем добавлять более длинные выражения в watch window. Отлично. Ну и теперь, как мы хотели, давай заменим вот эту часть кода во всех строках. Как можешь заметить, теперь мы указываем нужный рабочий лист лишь один раз при помощи переменной. И во всех уже следующих строках мы просто вставляем имя нужной нам переменной, которая привязана, в свою очередь, к нужному объекту. И уже после этого мы указываем ячейку внутри этого рабочего листа, в которую должно быть записано определенное значение. Если мы сейчас запускаем код, то все значения отлично вписываются в нужные нам ячейки. До сих пор мы всегда использовали лишь message box для того, чтобы тестировать определенные значения и видеть их где-то выведенными на компьютере. Сейчас давай узнаем, как мы для выполнения подобных задач можем использовать immediate window. Для этого я сперва создам новую переменную для рабочей книги. И для того, чтобы отобразить имя этой рабочей книги в immediate window, мы просто пишем команду debug, ставим точку и пишем print. После этого мы указываем нужную нам переменную и обращаемся к ее имени. Конечно же, вот эту часть мы можем прописать и вот таким образом, более прямым. Результат этих двух строк будет абсолютно идентичным. Но сейчас давай воспользуемся первым вариантом с переменной. Я выполняю наш код. И, как можешь заметить, имя рабочей книги было вписано в immediate window. Это то есть получается один из функционалов immediate window. В одном из следующих видео этого плейлиста мы с тобой также узнаем и другие примеры использования immediate window. Итак, как можешь заметить, мы уже объявили нашу переменную для рабочей книги 1. Поэтому, соответственно, например, вот здесь нам уже и не нужно напрямую ее указывать. И мы можем заменить эту часть кода нашей новой переменной. Поэтому я просто вставляю имя нужной нам переменной заместо этой части кода. Отлично. Вот это и есть именно здоровская часть работы с переменными. Единственное, о чем всегда стоит помнить при работе с объектными переменными, это об иерархическом порядке объектов и их зависимости друг от друга. Окей, ну и в качестве последнего примера создадим переменную для объекта range. Теперь мы можем заменить всю эту часть кода. И давай впишем значение newTest. Я запускаю макрос. И, как можешь заметить, значение newTest было успешно вписано. Отлично. Итак, мы обсудили объектные переменные VBA. И теперь последняя заметка. Мы уже видели то, что ActiveWorkbook обозначает рабочую книгу, в которой последний раз была кликнута ячейка. При этом в VBA также есть и слово ThisWorkbook. Под ним подразумевается рабочая книга, в которой сохранен определенный рассматриваемый макрос. Как можешь заметить, например, смотри, сейчас вот этот вот макрос сохранен в первой рабочей книге. Если мы его запускаем, то получаем название книги Book1. Если же мы сейчас скопируем этот макрос во вторую рабочую книгу и снова его запустим, то в этот раз в Emiliate Window будет отображено имя рабочей книги Book2, поскольку теперь запущенный код был сохранен именно в этой второй книге. Окей, это было важно упомянуть, поскольку ThisWorkbook является достаточно важным словом, которое тебе придется достаточно часто использовать в VBA. Отлично. Теперь давай перейдем к практическому упражнению этого видео. Эти две рабочие книги ты можешь загрузить по ссылке в описании к этому видео. Твоей задачей будет являться написание макроса, который как бы переносит значение из ячейки первой рабочей книги в точно такую же ячейку того же рабочего листа, но во второй рабочей книге. Конечно же, в VBA есть команды копирования и вставки значений. Но поскольку мы еще не говорили о методах и свойствах VBA, я хочу, чтобы ты напрямую указывал, из какой ячейки значение должно быть вписано в какую ячейку. Поэтому даже если ты знаешь, как использовать методы copy и paste, пока что не используй их. Кроме того, будет хорошо, если в своем решении ты будешь использовать стандартные переменные. Сейчас начнется 5-секундная пауза. Ты можешь поставить это видео на паузу и прописать решение. После же этого можешь продолжить смотреть видео, и мы пропишем вместе предлагаемое мной решение. Добро пожаловать обратно. Давай напишем с тобой решение для поставленной задачи. Во-первых, я объявлю две переменные. В первую переменную мы будем сохранять имя активного рабочего листа, то есть ActiveSheet. И во вторую переменную мы будем сохранять адрес последней кликнутой ячейки, то есть ActiveCell. Кроме того, я также объявлю переменную для ячейки, в которой мы будем в итоге сохранять значение. И теперь привязываем эту переменную. Сперва давай я укажу нужную рабочую книгу при помощи индекса 2, поскольку я знаю, что она была открыта второй по порядку. Затем пишем Worksheets. Указываем, какой рабочий лист нам нужен. Для этого используем переменную. Ну и затем пишем Range. И при помощи переменной указываем адрес ячейки, которая нам нужна. Отлично. И теперь давай заменим указание рабочей книги при помощи индекса на указание при помощи имени. Но опять-таки, если вручную прописывать такое длинное название файла, то есть много шансов того, что будет совершена опечатка. Именно поэтому давай сделаем следующее. Воспользуемся помощью ImmediateWindow. Для этого создадим еще одну временную процедуру. И поскольку мы знаем, что нужная нам рабочая книга была открыта второй, просто пишем Debug, затем Print, указываем рабочую книгу 2 и обращаемся к ее имени. Запускаем макрос. И теперь из ImmediateWindow можем просто взять и скопировать полное имя нужного нам файла. Поэтому я просто это название копирую и вставляю вот здесь. Окей. Ну и теперь используем переменную для ячейки, в которую должно быть вписано значение. Ставим знак равно и указываем ActiveCell.Value. Давай проанализируем, что мы только что написали. Во-первых, мы сохраняем имена ActiveSheet и ActiveCell в две соответствующие переменные, для того, чтобы позднее указывать полный путь к нужной нам ячейке. Затем мы привязываем нашу переменную к итоговой ячейке, которая нам нужна. Для этого мы вот таким статичным образом указали нужную рабочую книгу. Затем мы указали рабочий лист и ячейку при помощи переменных. Ну и в последней команде этой процедуры мы вписываем значение из ActiveCell в указанную ячейку во второй рабочей книге. Давай протестируем. Я выберу вот эту ячейку в первой рабочей книге. Запускаем макрос. И значение было успешно, так сказать, дуплицировано во второй рабочей книге. Теперь давай выберем заголовок столбца Customer. Запускаем. Все отлично переносится. Отлично. И последнее замечание. Рабочие листы, которые ты указываешь, должны быть доступными в соответствующих рабочих книгах. Иначе будет выводиться следующая ошибка. Окей. Я надеюсь, тебе это видео понравилось. Если это так, то подписывайся и увидимся с тобой в следующем видео. Пока.